Могучая воля, великая слава, твое настояние. Мы граждане России. Такова была тема парламентского урока для учащихся в Малосунинской школе с участием Марата Ахметова. Школьники поделились знаниями о конституции, правах и обязанностях граждан. Заместитель председателя Госсовета Республики Татарстан в свою очередь рассказал о своей деятельности и объяснил учащимся, кто такой депутат и чем занимаются комитеты. В рамках визита был организован и прием граждан. Одним из важных вопросов стал ремонт Верхмесунинского дома культуры. Гузалия Фаляхова беспокоена с сегодняшним состоянием очага культуры. Самое опасное место у нас, вот этот участок, прямо вот рушится, аж кирпичи падают. Вот у нас там всегда и летом, и зимой вот там у нас проход закрыт. А проблемы действительно есть. В доме культуры, который был построен 45 лет тому назад, ни разу не проводился капитальный ремонт. Сегодня двухэтажное здание в аварийном состоянии. Были такие моменты, вот после этого, во время дождя у нас прямо со стен током бьет. Мы даже отменяли мероприятие. Марат Годович обещал оказать помощь в решении данной проблемы. В республике работает несколько программ, в рамках которых можно будет отремонтировать дом культуры. На сходе граждан Сунинского сельского поселения Марат Ахмедов выразил обеспокоенность еще одной проблемы. Старение села. Нежелание молодежи возвращаться на родную землю требует пересмотра политики в этом направлении, отметил он. Нам нужно заинтересовать молодежь, чтобы обратно, после получения специальности, они могли найти себя в родных местах. Это, безусловно, должны быть сильные, стратегические, крупные государственные пакеты именно организации бизнеса на местах. И это жилье, как социальный проект жилье. Здесь же глава района поделился планами развития на перспективу. В текущем году планируется начать строительство дороги Верхней Суни и Шкеева. Анатолий Иванов отметил, что новая дорога протяженностью 11 километров предоставит местным жителям больше возможностей. Ланж Бабанья, Звалмазка Маляев, Файл Шайхуддинов. Новости Татарстана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова